если человек встает на правильный путь. И вот девушка об этом сейчас сказала. Она начала слушать лекции, ее жизнь начала меняться, постепенно все налаживается, счастье, здоровье, все начало приходить. Так? Да. Следующая тема у нас для обсуждения, это мы будем рассказывать, говорить, как действуют обязанности человека на жизнь, на отношения. Что для чего нужно? Мы вчера говорили о том, что самая главная и первая обязанность – это уважение. Если вы неправильно относитесь к мужчине, смотрите на него, разговариваете с ним неправильно, если вы неправильно относитесь к женщине, смотрите на нее, разговариваете, то все остальные обязанности не ценятся. Вот представьте себе такую картину. Вот мужчина работал всю жизнь на жену, помогал ей, заботился о ней, верно себя вел, не гулял вообще. Но он только не говорил жене добрые слова, ласково себя не вел с ней. И теперь другой мужчина, который никогда не заботился, никогда не помогал, никогда ей не был верным, не подарил ей детей, ничего не сделал для нее, а просто с ней начал разговаривать очень ласково и нежно. Как вы думаете, кого женщина это выберет? Первого, который вот ей всю жизнь отдал, или второго, который просто ласково и нежно с ней разговаривал? Поднимите руку, кого первого выберет, вы считаете? Мои дорогие, вы ошибаетесь. Потому что вы не знаете такой ситуации, женщины, чтобы мужчина все делал и не разговаривал сам и ласково, а просто был немножко грубоватым и отгороженным. Вы просто не знаете этого. А кто из вас знает это? Поднимите руку. Кто так видит, кто так живет? Вот мужчина все делает, заботится, все, но ласковых слов нет. Вы чувствуете опасность в своей ситуации жизни, что если встретится мужчина, который будет нежно, ласково, говорит, вы просто бросите своего мужа и пойдете к тому. Понимаете вы это или нет? Нет? А я вам говорю точно, это произойдет в одну секунду. Вы даже не успеете сообразить, что происходит. Вот с вами, если муж не разговаривает нежно, ласково, а разговаривает какой-то чужой мужчина, то ваша психика сразу к нему устремится, и вы просто влюбитесь и забудете про свою мужу и все. Понятно? Как работает эта сила? Эта сила называется уважением. Понимаете? Эта сила называется уважением. И поэтому уважение – это самое главное. Если его не включить, или, допустим, представьте, жена заботится, стирает, убирает там, грожает детей, воспитывает их верно, себя ведет с мужем, и просто вот так, да, мой хороший, не относится к нему с уважением, а просто так, раз, пренебрежительно так на него смотрит. И другая женщина, которая ничего для него вообще в жизни не сделала, но смотрит на него с очень уважением. Какую он выберет? Вторую. И уйдет к ней, и жена останется не все, ни с чем. Она вкладывала в него силы, свою жизнь, но просто это все до него не добралось. Осталось снаружи, потому что все, что вы делаете для близкого человека, добирается до него только через уважение. И поэтому, если не научиться уважать женщину, что бы ты для нее ни делал, все это останется снаружи, она ничего не оценит. И что бы ни делал для мужчины, женщина, если она его не уважает, он это не оценит, и все это останется снаружи. Поэтому не удивляйтесь, если мужчина вас бросил, несмотря на все ваше служение, и пошел в другой, который ему что вообще не делал. Не удивляйтесь. Это значит, что уважения не было в семье. Поэтому уважение – это самая главная обязанность. Без нее все остальное теряет смысл. Теперь давайте поговорим об остальных обязанностях. Они тоже имеют смысл. Вот, допустим, женщина с любовью готовит и кормит мужа. Что это дает ей? Мы говорим сейчас не о просто там чувствах каких-то эмоций, а говорим о практичных каких-то вещах, которые влияют на целую жизнь. Вот она просто кормит с любовью мужа. Результат какой? А? Вот она, если с любовью его кормит, то она получает сердце мужа. Потому что путь к сердцу мужа лежит через желудок. Вам в семь тысяч раз это говорили, но вы этого не знаете все равно. Потому что чем она чаще его с любовью кормит, тем ближе к ней он становится. Допустим, вы говорите, мой муж какой-то далекий. А вы его кормите с любовью? Нет. Все. Если вы его с любовью кормите, ему нравится у вас кушать, то значит тогда он будет к вам приближаться. Как-то один раз жена подошла ко мне и так и сказала, спасибо, что ты у меня есть. Знаете, как я ей ответил? Я ей сказал, спасибо, что я у тебя ем. И потом еще добавил, есть, ем и буду есть. Смешно? Но это правда. Если женщина благодарит мужчину за то, что он у нее есть, это значит, что она его хорошо кормит. Потому что через... У мужчины очень грубый снаружи, ему трудно как бы. А вот через пищу он легко почувствует любовь. Глубоко она входит в него. Через пищу это происходит. Ну вот, допустим, приведу вам пример. Допустим, вы очень занятая женщина, бизнес-леди. И вы очень любите готовить. Вы прекрасно готовите. Вы отлично все приготовили. Но кормить мужа вам некогда, потому что вам надо на работу. У вас график. И вы набираете, нанимаете специально нянечку, которая будет гладить белье и кормить мужа. И она некоторое время, несколько месяцев, просто накладывает ваш муж. Заботится о нем. Кормит его. А вы готовите, вы все там накрыли, все приготовили, а она кормит. У меня сразу возникает вопрос к вам. А кого он больше будет любить? Кого? Кто кормит, того и любит. То же самое, вот допустим, вы взяли, очень сварили для собачки очень вкусную еду. Она кормила, допустим, собачку ваша дочка. Потом вы встречаете собачку, она на вас смотрит и рычит на вас. А видит дочку и деляет к ней хвостом, подбегает, и такая, счастливая. Ну, вы думаете, блин, да я заработала деньги для тебя, приготовила тебе эту пищу, дочка только накормила. Почему ты мне не виляешь хвостом? Потому что так устроен этот мир. Кто кормит, тому и виляет хвостом. Понятно? Поэтому пусть ваша нянечка все порежет, приготовит, а кормите вы мужа своего. белье. Понятно? Или, допустим, пусть она постирает, посушит белье, а гладьте вы. Постель ему вы стелите. Нянечка должна постель ему стелить, а вы должны застилать его постель сами. И не его самого просите застилать постель. сами ее застилайте. Пускай там стирает кто-то другой. А постель вы сами застилаете мужа. Кто застилает, того он и любит. Кто его одевает, того он и любит. Кто его кормит, того он и любит. Понятно, зачем женщина выполняет свои обязанности. Она просто привязывает к себе мужа, делает так, чтобы он ее любил. Какие у женщины есть преимущества в семейной жизни? У нее есть преимущества. Она может с любовью что-то делать для мужа, потому что она близко ему служит. И больше никто не имеет права такого. Ни одна женщина не может так сказать, что вот я этому мучению тоже близко служу. Какая-то женщина имеет еще такое право? Нет? Нет. Какой недостаток у женщины? Вот есть преимущество, а есть недостаток. Какой недостаток у нее? Недостаток заключается в том, что она стареет, а все остальные девушки молодеют вокруг. Что делать? Использует преимущество. И еще кое-что делать. Вот запомните, женщины, даже если вы будете нежно и ласково себя вести, кормить, сами заботитесь о своем муже, то когда вы чуть-чуть станете постарше, он все равно от вас свалит к молодой. Блин, нафиг ты приехал, Олег Геннадьевич, вообще. Без тебя лучше жили. Что теперь вообще, как жить дальше? Нет, 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 не нет, а да. А? Все, кивайте, вот так сидите. А я вам дальше буду рассказывать. Вы же не ушли. Вот, теперь чем я отличаюсь от вашего дурака? Вот, хорошо, что вы такой вопрос задали. Вы же не ушли. Вот чем я отличаюсь? Вот смотрите, много девушек слушают лекции. Я езжу, лекции читаю. Все любят, все любят, потому что старшие для женщин это все вообще. Все любят. почему я до сих пор со своей женой? Почему я не ушел? Потому что у меня дома есть алтарь. И жена служит Богу дома, а я на это смотрю. И когда я смотрю на других девушек красивых, я вспоминаю свою целомудренную жену, чистую, светлую. И думаю, все равно это лучше. Потому что когда жена служит Богу, она включает у мужчины в сердце совесть. И он начинает смотреть на нее чистоту и вдохновляться ее чистотой. Потому что когда женщина служит в доме Богу, ее просить невозможно, потому что в доме живет совесть постоянно. А когда мужчина смотрит на молодых девушек, то его совесть не пускает к ним. единственное, что вас может спасти женщины от молодых девушек, которые могут даже и на 15, и на 20 лет старше выйти без проблем вообще, лишь бы человек был хороший. Знаете, вот это, я говорил вам уже анекдот, два кирпича летят, говорил, два кирпича летят, один говорит, я волнуюсь, другой говорит, не волнуйся, лишь бы человек был хороший. Понятно? Им пофиг, лишь бы человек был хороший, понимаете? Им все равно, насколько лет младше и старше. Если человек хороший, порвут просто и вышвырнут, вытащат из семьи, оставят вас с вашими детьми, со всеми родственниками одну. Потому что очень хороший человек. И вот вы своего очень хорошего человека сможете защитить только Богом. Поэтому все женщины, которые не служат Богу своей семье, не поклоняются ему, не молятся, никогда не смогут сохранить свою семью. Понятно? Сейчас я вам включу одну мелодию. Эта песня написана пять тысяч лет назад. Она состоит из прославления Бога. Так очень искренне, чисто служит Богу, молится, освящает пищу, в чистоте живет такой душевной. и когда я вспоминаю, то чистая память о ней, чистая память, которая не дает бросать никого никогда. Поэтому единственное, что может вас, женщины, защитить, это ваша молитва. И если вы хотите, чтобы ваш ребенок тоже всегда вас любил, тоже читайте молитвы при нем. Я вчера вам включал песню? Ты молитвы мне читала. Включал? Это ребенок тоже вспоминает про маму, потому что она чистоту свою показала ему, свое желание молиться. Поэтому Бог женщинам дал врожденную склонность к Богу, к себе. Вот мужчина, он так не чувствует Бога, как женщина. И зачем Бог женщине дал возможность себя чувствовать? Зачем? Чтобы она смогла сохранить свою семью, чтобы ее муж не пошел под откос по бабам, когда он начинает гулять, он дальше идет в ад потом. Чтобы муж под откос не пошел, чтобы дети потом не стали несчастными на всю жизнь, что у них домик разрушенный. Когда люди семью создают, они для кого домик делают? гнездышко для кого вьют птицы? Для себя? А для кого? Да, птенчиков они вьют. Так же вы свое гнездышко тоже для птенчиков вьете. А потом вы его разрушаете, говорите, я не смогла с ним жить. Причем тут вы? Вы для птенчиков все свили, вот и живите для птенчиков, а не для себя. вот. только когда Бог есть в семье, Он знания дает об этих вещах. Для чего семья создана для детей? Как вместе жить? Как сделать так, чтобы муж не ушел? Нужно показывать мужу свою чистоту служением Богу. Когда женщина служит Богу, то ее чистое светлое все выходит наружу, и его любовь возрождается к ней. Потому что я вчера говорил, что любовь это энергия связь духовного в женщине, божественного в женщине с божественным в мужчине. Понимаете, а божественное в мужчине никогда не возникнет без божественного в женщине. Мужчина сам не пойдет к Богу в семье, если жена его не потащит за уши. Поймите, что эта женщина возрождает чистоту в семье. Если вы не будете алтарю молиться, если вы не будете освящать пищу, кормить мужа освященной пищей, если не будете мыть квартиру не для себя, а для Бога надо мыть, чтобы он радовался. Если есть алтарь, значит Бог там хозяин. Если в вашей квартире Бог будет хозяин, а не вы, и вы все для него будете делать, то Бог не даст вас бросить. Понятно? Совесть вспыхнет в его сердце, Бог это совесть, вспыхнет в сердце, и он не сможет уйти. Хотя всем мужчинам на земле всегда нравятся более молодые и красивые девушки. Всем и всегда. И даже если мужчине 70 лет, ему все равно будут нравиться больше молодые и красивые, чем своя старая жена. Даже если 70 лет мужчине, не имеет значения. Поэтому женщины должны знать, что если мужчина имеет совесть в сердце, он всегда будет свою жену любить, даже если она уже в возрасте. Потому что Бог ему и сердце будет открывать чистоту своей жены. И через эту чистоту он с ней будет оставаться и будет с ней жить дальше. Вот только так можно сохранить семью. Если вы этого не делали, и у вас муж свалил, то вы говорите, мне не повезло с человеком. нет, свалил бы и любой другой. Обычно 10-15 лет и все. Семья заканчивает свое существование, если за это время женщина не начала служить Богу. А если начала служить Богу слишком поздно, то, скорее всего, тоже она не успела. Кто не успел, тот опоздал. Такое тоже может быть. Она не успела включить в совесть в тот момент, когда надо было это сделать. И он уже влюбился в другую все. Поезд ушел. Женщина сваливает, да? Да, если мужчина духовный, женщина может свалить, в ней нет совести. Такое может быть, да. Но причина, почему она сваливает, очень простая. Потому что он нежно-ласково с ней не разговаривает. Женщине не так много надо, чтобы остаться с мужчиной. С ней надо просто нежно-ласково разговаривать и выполнять свои мужские обязанности. Каждая обязанность имеет глубокое эзотерическое значение. Вот когда женщина гладит, допустим, одежду мужчине, что она делает? Что? Она защищает его жизнь. Вы знаете, что есть две энергии вообще? Есть тайная энергия, есть явная. Кто обладатель тайной энергии? Женщины. Они сами даже не знают, что они имеют. Тайная энергия. Тайна. Почему ковбой Джонни уловимый? Тайна есть. Знаете почему? Потому что он никому не нужен. он неловимый. Если был кому-то нужен, был бы ловимый. Поэтому он скачет по прериям, им никто не интересуется. Итак, мои хорошие, женщина обладает энергией, влияющей на всех. И у женщины есть две непреодолимые силы. Одна сила благословляющая, другая проклинающая. Непреодолимые силы. Только Бог выше этих сил. Поэтому с женщинами связываться очень опасно. Если, допустим, мужчина жену бросил, она что-то может ему сделать там? Он говорит, я себе забираю все квартиры, машины, все как бы. Она может что-то сделать, нет? Она просто думает, ты за это ответишь. И дальше что происходит? у него в жизни все начинает валиться. Почему? Потому что с точки зрения высших сил, женщинская энергия и мужская абсолютно равны по силе. Вот внешне кажется, мужчина все делает, он все есть, он такой богатый, влиятельный. А женщина такая вообще как бы ничего нет, не богатая, не влиятельная. это просто внешне. Женщине нет внешних сил, а ей тяжело работать там, тяжело зарабатывать, добиваться чего-то своего, да? Но Бог ей дал такую силу изнутри, которая действует просто по ее желанию. Вот девушки, допустим, чтобы выйти замуж, ей надо бегать за мужиками, добиваться, или что ей надо делать? Ей надо просто иметь чистоту, быть чистой. И она своей чистотой просто посмотрела, ты будешь моим мужем. И он такой пошел такой. Так или нет происходит? вот бывают такие женщины, которые вот на любого мужчину покажут, ну, не женатого, ты будешь моим мужем, и он станет ее мужем. Бывают такие женщины? Знаете об этом или нет? они живут на высших планетах. От них исходит аромат на несколько километров. Если какое-нибудь живое существо мужского пола в этом пространстве оказывается, то оно падает в оморок от любви сразу. То есть ей вот так просто посмотреть, и он падает в оморок сразу. Такая сила у этих женщин божественных, которые живут на небесах. Ну то есть чем больше сила у женщины, тем сильнее влияние у нее на мужчину. И когда она гладит его белье, она защищает его жизнь, потому что его жизнь принадлежит ей, ее детям. И Бог наделил ее такой силой женщины, что она просто гладит белье, если она еще с молитвой это делает, то он пока в этой одежде ходит, никто ему ничего не сделает. Понимаете? Защиту она дает. Когда она его кормит, то она наполняет его здоровьем и любовью, своей силой. Он не может от нее отвязаться, он будет всегда с ней связан в жизни. А если она фастфудом его кормит, не своей пищей, не сама готовит, не своей рукой, а фастфудом, ну тогда значит он будет привязан к фастфуду. Когда ему он плохо будет, он не к вам пойдет, а пойдет в Макдональдс. Тем кормили, туда и пошел. Вот, поэтому приведу такой пример. У меня разок от перенапряжения нарушился сон. У меня вообще сон очень чувствительный. Я не мог заснуть. И то пробовал, и все, и уже ты. Что только не делаю вообще. она узнала, что я не могу заснуть. Я не говорил, она узнала, приходит, смотрю, я не могу заснуть. Говорит, сейчас ты заснешь. Я говорю, ты что сделаешь? Она говорит, не важно. Приносит мне стакан теплой воды. Я говорю, ну я уже как бы уже травы лечебные попил, все как бы, зачем ты мне воду принесли? Пей. ну я пью воду короче и так и вырубился сразу. Как вы думаете, она что сделала? Она просто вот она помолилась и сказала это для того, чтобы муж заснул. В нее вошла энергия вот эта женская. Я выпил и меня рубануло сразу. И я тогда осознал насколько это большая сила, потому что я не мог заснуть. Представляете? И она действует только на родных у женщин. Она не может всем так сделать. У ней вот эта сила только на тех, кого она любит действовать. она так защищает своих детей, защищает своего мужа, этой силы своей. Это называется энергия влияния, но эта энергия влияния всегда передается через действие, которое называется женскими семейными обязанностями, которое она не знает насколько это сильное действие, она не знает, что это делает. Вот когда допустим женщина прибирается в доме, она очищает мысли всех, кто там живет от грехов. Вот если она прибирается с мыслями о Боге, понимаете, не просто там, чтобы не было приятно, а вот именно чтобы Богу было приятно она так делает, тогда все, кто живут в этом доме, у них будет очень порядочные мысли чистые. Она защищает мужа от матершинных слов, от злобы, от разных всяких глупостей, просто прибирает с мыслями о Боге. И муж в этом доме чисто мыслит, о хороших вещах думает, у него меняется характер, настроение. Понимаете, он когда в этой чистоте живет женской, он это не знает, это все подсознательно происходит, он не может одно другим связать. Но женщина должна знать, как действуют ее обязанности. Они обладают такой силой. Когда мужчина зарабатывает деньги, он должен что-то сделать для Бога. Взять чуть-чуть денежек, допустим, отнести в храм, или накормить детей каких-нибудь бездомных. Чуть-чуть, много не надо. Это называется освещенные деньги. Все деньги заработанные становятся освещенными. Эти освещенные деньги приносят удачу семье. Вот он приносит домой, эти деньги отдает, и они все принесут удачу. Все, что с ними будет связано, все принесет доброту в семью. Вот допустим, они купили машину на эти деньги, она не попадет в аварию, она не принесет страдания семье такая машина. И даже если ее по судьбе положено, что угонят, вы ее все равно вернете назад. Даже если эта собственность будет отнята кем-то, она все равно вернется к вам, потому что эта собственность освещена, она связана с Богом, и поэтому она имеет особую защиту. Понятно? Поэтому все деньги в семье мужчина должен очищать. Очищение денег означает, что ты что-то отдаешь Богу. Пятал денежку под большую перину, когда он почувствовал Бога, он начал отдавать сразу, у него щедрое сердце появился. Так действует энергия Бога. И когда ты Богу отдаешь, для Бога что-то делаешь, то деньги твои, которые ты заработал, а тебе нужны же деньги? Без денег же не кушать нельзя, не жить, не кормить своих детей, ну то есть без денег никто не сможет жить в этом мире. Они нужны, но если ты их осветил, очистил, то все, что осталось у тебя обладает особой силой. есть такая история про чистоту денег, это ведическая история древняя. Одна проститутка начала молиться, она очистилась и поняла, что она зарабатывала очень плохо, и ей эти деньги не нужны будут, не хотела на них жить, у нее было много денег, она принесла их в храм и говорит, священнику, накормите на эти деньги монахов. Он такой посмотрел на деньги, а он был ясновидящим, посмотрел на деньги, говорит, ты как их заработала? Она говорит, я заработала проституцией, он говорит, я эти деньги у тебя не возьму, потому что все мои монахи потеряют семя и они станут оскверненными от этих денег, они начнут думать о женщинах, эти деньги разрушат мне монастырь, иди со своими деньгами куда-нибудь к другому месте. Она взяла деньги и пошла на берег священной реки молиться до смерти, потому что она поняла, что она никому не нужна, значит надо просто умереть. И она начала молиться, прошло несколько недель, она не ела, не пила, ничего, и стала уже как скелет обтянутой кожей, и уже готова была уйти из жизни. Ей во сне пришел Господь и сказал, иди к этому настоятелю, он возьмет у тебя деньги, я ему скажу об этом. И она пришла, уже такая еле живая, такая вся, как скелет обтянутой кожей, и он говорит, да, я у тебя возьму деньги, потому что мне ночью приходил Господь и сказал, возьми у нее деньги, и я защищу твоих планах. Ну, он взял деньги, она ожила, стала счастливой, пошла дальше строить свою жизнь, вот, а настоятель приготовил большой пир для своих монахов и всех накормил. Но одни монахи поели просто, потому что надо было покушать, а другие объелись. Де, которые объелись, они все потеряли семя и начали привязываться к женщинам. А те, которые поели чуть-чуть, с ними ничего не произошло. И тогда монахи пришли к настоятелю и спросили, ты чем нас накормил? Он говорит, ну, вот, проститутка принесла денег. Он говорит, он не говорит, ты зачем нас так наказал, за что? И он сказал, всю историю рассказал им. Они тогда начали к Господу обращаться и начали молиться и спрашивать, почему ты обещал защитить и не защитил? И он пришел тогда во сне ко всем монахам, которые потеряли семь и сказал, я всех защитил, кто выполняет свои обязанности. Вот вы монахи, вы не должны обжираться. Вот вы пришли на пир, съели столько, сколько вам надо, и все, потому что вы пришли отреченной жизнью, вы не должны наслаждаться ходить пищей. Вот. И говорит, с теми монахами, которые не наелись, я проявил свою силу, и эти деньги не подействовали на нее, а с теми на них, а с теми, кто не выполнял свои обязанности, я их наказал тем, что эти деньги подействовали на них. То есть эта история показывает, что деньги имеют силу. Вот деньги все внешне одинаковые, но каждые деньги, они все имеют разную силу, и сила денег очищается с помощью бескорыстия, с помощью служения Богу. Если человек час денег использует для того, чтобы сделать что-то доброе с каждой зарплаты, то он таким образом мужчина очищает восприятие своей жены по отношению к нему. Потому что деньги, которые мужчина зарабатывает, являются силой, от которых женщина зависит. Один мужчина потерял жену, она ушла к другому. но он всю жизнь всегда заботился о ней, ей очень хорошо зарабатывал, ей помогал, но он нежно с ней не разговаривал, и она просто чувствовала себя нелюбимой и ушла к другому. Но другой не взял ее в жены, а просто наслаждался с ней жизнью. и она не стала возвращаться к мужу, а начала жить отдельно, и муж полностью ее содержал, вот зарабатывал полностью все, что ей нужно в жизни, он ей давал деньги. И она продолжала ходить к тому мужчине, который никак о ней не заботился, и просто наслаждалась с ним, потому что он с ней нежно, ласково себя вел. Мужчина пришел ко мне и говорит, я хочу вернуть жену, что мне надо делать? Я говорю, перестань ей давать деньги. Теперь у меня женщины к вам вопрос, как вы думаете, почему я так сказал? что за сила находится в деньгах мужчины и как она действует? А? Эта сила ее она зависит от этой силы, понимаете, женщина входит в зависимость, она привязывается, она становится подчиненной этой силе. И как, что произошло? Он взял просто и перестал ей давать деньги. когда он перестал ей давать деньги, а тот не начал давать деньги. В результате она куда пошла? Назад домой. Так и все получилось. А вы бы как сделали женщину? Вот ваш муж содержал вас все время. Ну, ласково не разговаривал, вы влюбились в другого, начали к нему ходить гулять. Но он вас не кормил, не содержал, просто наслаждался вашим телом. А муж вас кормил и потом раз перестал вам давать деньги. И вы когда его спросили, а что ты меня не даешь денег? И он сказал, возвращайся домой, будут деньги. И что она дальше сделала? Работать. Хорошо. Работать пошла. Есть такое предположение? Замечательно, женщины, проведем тестирование. Женщины, представьте, вас содержат полностью все ваши желания, удовлетворяет мужчина. Ну, как бы он не знает, как с вами общаться. Можете его научить при желании. то есть, вы возвращаетесь к этому мужчине и учите его с вами себя вести правильно, поняв, кто вам нужен, как вы на примере на другом поняли. Один вариант. И второй вариант. Идете и работайте сами. Поднимите руку, кто пойдет работать сама и не вернется к мужу. Вы, наверное, так и сделали, поэтому поднимайте. одна подняла всего. А кто пойдет назад поднимите руку? Вот, разумных много женщин. Представляете, какая глупость пойти работать, если есть мужик, который тебя содержит. А? Что? Доказать? Что? Что ты доказать? Нет, слышишь все равно. А, доказать пошла. Ну, пусть докажет. Папаша поймет, что за жизнь. Муж ждет, готов все простить, но больше денег давать не будет, потому что Олег Геннадь запретил. Как бы он и давал, потому что он любит жену. А? 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 Не понял. А все женщины дурны. разницы нет, они все одинаковые. Женщина живет своим сердцем. У ней не включается логика, понимаете, в жизнь. Она сердцем все чувствует. А мужчина живет логикой. Поэтому мужчины умные, женщины дуры. но у женщины есть чистота. И именно эта чистота ее по жизни ведет. Женщина. Но у каждого человека есть определенная зависимость. Понимаете? Мужчина зависит... Мужчина может жену не любить, но он зависит от ее пищи. И если она с любовью его кормит, а он даже, может, полюбил какую-то другую женщину, но она его с любовью не кормит. И он к ней не пойдет. Он вернется к жене назад, потому что пищу перетянет. Понимаете? Если она действительно с любовью его кормит, он не сможет уйти, потому что через пищу мужчина чувствует спокойствие, доброту, благодать такую, понимаете? Это как внутренняя энергия женская. Точно так же мужчина привязана через деньги к мужчине. Понятно? Нет? Другой пример. Я уже вам рассказывал сегодня, что одна женщина обратилась ко мне, что она не может выйти замуж, я начал исследовать ее ситуацию жизненную. Оказалось, что она имела очень богатого мужа раньше. Но как бы он ее бросил и сказал, я тебе буду давать достаточно денег и на тебя, на детей, можешь не волноваться. Это он как бросил ее и сделал такое одолжение ей, понимаете? Типа, ну я тебе все равно благодарен, и поэтому ты будешь жить без, ну, как жила, так и будешь жить без сложности. Тебе не надо работать, просто вот живи, как живешь. и она прожила вот как живешь лет восемь, наверное. И пришла ко мне на консультацию, говорит, я хочу замуж, но не могу выйти. я начал изучать ее жизнь и обнаружил, что она берет деньги на всю свою жизнь полностью от своего бывшего мужа. И я ее спросил, о каком вы думаете, когда спать, ложитесь, когда засыпаете? Она говорит, о бывшем муже. Я говорю, а может быть вам подумать о каком-то другом мужчине? Она говорит, я что-то не могу. Знаете, почему женщина? Потому что деньги женщину ставят в полную зависимость от мужчины. И она от этой зависимости своими силами отвязаться не сможет. Алименты это не то. Это деньги другого плана. Это значит, над мужчиной совершили насилие, и он эти деньги отдал для детей, а не для нее. А если он прямо ей дает деньги, говорит, возьми, пожалуйста, это тебе. То она вместе с этими деньгами берет и отдает ему свою зависимость. Понятно? Мужчина зависит от заботы жены, а женщина зависит от денег мужа. потратит Понятно, как это работает система? Или нет? Нет? Давайте изучим эту тему. Женщина сама себя обеспечивает. Вот это какие деньги? Ну, допустим, женщина работает. Муж может взять эти деньги и потратить на себя? Вот смотрите, женщина заработала деньги. Это такие же деньги по энергетике, как мужчина заработал, или нет? Вот эти деньги, которые женщина заработала, называются горячими деньгами, а мужские деньги холодные. Сейчас объясню. Вот когда, допустим, женщина зарабатывает, мужчина себе эти деньги берет, он сжигает, сгорает на них, потому что женщина ему никогда не простит, что он на себя потратил. Она будет вспоминать это, злиться, никогда в жизни не простит. Десять лет пройдет, она будет вспоминать, он гад на мои деньги сжил. Женские деньги это очень опасные, горячие деньги, они имеют горячую природу. Женщина их может потратить только на себя и на своих детей. На мужа она тратить их не будет. Женские деньги все сжигают вокруг, мужские все благословляют. Вот если, допустим, мужчина дал деньги, он вспомнит о них или нет? Нет, он отдал и забыл. Женщина отдала вспомнил? До копеечки все вспомнил. Теперь у меня вопрос, вы потратили свои деньги на своих детей. Что дальше произойдет? Вы уменьшаете любовь к своим детям, увеличиваете зависимость от них. Теперь вы потратили свои деньги на себя. Что дальше произойдет? Вот все, что вы себе купили, все эти вещи ваши, они будут портить вам характер. Я сама, да, я сама, я перестала быть зависимой. Вот если женщина, я сама, вот она одета, я сама, она квартиру, я сама купила, она машину, я сама купила. Она замуж выйдет? Потому что мужчина на нее смотрит и у нее отталкивается взгляд, потому что женщина замуж может выйти, только когда она впала в зависимое состояние. Она чувствует, что я сама не могу, мне нужен муж. И тогда она становится красивой, послушной, нежной, и от нее идет такая сила, которая привлекает мужчину. Теперь она сама заработала. И что дальше? Она замуж выйдет? Выйдет за какого мужика, который ни хрена ничего не зарабатывает? Потому что он посмотрит на нее как на кошелек, а не на как женщину. Потому что женщина означает зависимое существо. А если она независимая, значит тогда на нее будут смотреть зависимые мужчины. Все. Чем больше она сама на себя зарабатывает, если она не замужем, тем хуже мужик ей достанется. Но конечно в современном мире женщина не может жить без денег, так же как раньше женщина жила у родителей, потом ее выдавали замуж. Если она развилась семья, она опять к родителям ушла. То есть или туда, или сюда, она одна не живет. Сейчас все поменялось. Но если женщина работает ровно столько, сколько нужно, чтобы просто жить, то эти деньги не являются злыми. Или допустим в семье не хватает денег. И женщина тоже работает, чтобы восполнить бюджет семьи. Эти деньги не являются злыми. Злыми становятся те деньги, которые женщина зарабатывает для себя. Эти деньги приносят ей страдания потом в жизни. Потому что они отделяют ее от семьи. И все, что она накопила и купила, все это становится опасным, опасной собственностью, которая в любой момент может ее заставить сделать глупый шаг. Ну например, женщина психика какая по природе? Какая неустойчивая и она склонна к разным глупым поступкам. Представьте, у нее своя квартира и у нее нормальная зарплата. Муж начал там дурить. Что она делает? Валит и к обеду не жди твой песик. И все. И до свидания. И что она кому хуже сделает? Ему и себе. Он себе через два месяца найдет другую. Она себе найдет через два месяца другого? Нет? Нет.